Мы направляем вас на непростые участки работы. Очень непростые, но интересные. Работать там можно и работать эффективно. Что касается вашего концерна, очень обидно, что мы, страна в Советском Союзе Республика с высоко развитой легкой промышленностью, сегодня разного рода тряпьев завозим из-за границы, а у себя якобы не можем производить. Это видно и внешне, и по экономическим показателям. Вы, наверное, сами это видите. Конечно, будет непросто поднять этот пласт, но вы всегда можете рассчитывать, в том числе и на мою поддержку. Не молчите, говорите. Наталья Ивановна, возьмите тоже под контроль эти вопросы. Надо встряхнуть аппарат. Не хотят работать, значит, нужно новых людей вводить, времени на раскачку практически нет. Надо раскрутить те предприятия, которые сегодня могут работать, их немало, а те, которые нуждаются в поддержке, вот надо разбираться. По комволе, то просто надо начинать работать как следует. Это не дело. У вас даже в Пинске не было такого уровня, как у них. В общем, вы знаете, что там делать, разберитесь капитально. И если надо будет поддержка нашему Легпрому, значит, ее надо оказать. Надо, в конце концов, привести все субъекты хозяйственные в равные условия. И частные, и индивидуальные, и мешочники эти, и так далее. Они обижаются, что я их так называю. Ну, а как иначе? Надо, чтобы были все в равных условиях, как госпредприятия. И пусть конкурируют.